Добрый вечер! Железнодорожный вокзал Брест-Центральный полностью готов к приему берестейцев и гостей нашего города. Сегодня состоялось торжественное открытие. Брещина торжественно и масштабно праздновала 1 мая. В рамках празднования лучшим из лучших тружеников Берестейского края было присвоено высокое звание «Человек-года». Мир мифов! В Бресте стартовал юбилейный 10-й фестиваль особых театров «Непротоптанный шлях». Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Железнодорожный вокзал города над Бугом – один из старейших в Беларуси. Его открытие состоялось на станции Брест-Литовский 28 мая 1886 года. Здание, построенное в виде средневекового замка, считалось одним из самых красивых на железных дорогах Российской империи. С тех пор вокзал пережил немало. Был наполовину разрушен, а затем восстановлен. Выстоял во Вторую мировую, перенеся не один обстрел и минирование. Но время не стоит на месте, и даже мирные годы постепенно оказывают свое влияние. А потому модернизация вокзала и его основных систем, которая началась еще в 2008 году, была уже не просто пожеланием, а требованием времени. И сегодня обновленный и усовершенствованный Брест-Центральный полностью готов к приему берестейцев и гостей нашего города. Третья очередь реконструкции вокзала Брест-Центральный позади, а это значит, что практически завершен процесс масштабной работы по усовершенствованию железнодорожного лица города над Бугом. Начиная с 2008 года, Брещане и гости нашего города могли видеть постепенное обновление зданий и привокзальных территорий. И первое, о чем говорили, хорошо, что осталась история. Нет глобального разрушения и непоправимых перемен. Все очень продуманно и качественно. Это отметил и глава области Константин Сумар, посещая накануне станцию Брест-Центральный с инспекцией. Сегодня мы можем смело заявить, что поручение президента, который давал он по реконструкции вокзала железнодорожного по нашим западным городам, оно выполнено. Выполнено добротно. И еще хочу отметить, что очень добросовестно отнесись к финансированию руководителей нашей белорусской железной дороги. Ну а строить за строителем оставалось малость. Сделать все так, как оно должно быть, и сделать тем более в установленные сроки. И надо сказать, что многие объекты, они именно введены, во-первых, не нарушая качество, и самое главное, что они очень сделаны раньше срока. И еще раз хочу отметить, добротно. Большое внимание на Брестском железнодорожном вокзале сегодня уделено обеспечению комфортного пребывания и проезда гостей приближающегося чемпионата мира по хоккею. Информационные указатели и пиктограммы на двух языках – белорусском и английском, введение в работу специализированной кассы по продаже билетов, подготовка сотрудников и волонтеров, оборудование помещений координационного центра – это далеко не полный перечень мероприятий, которые призваны сделать пребывание туристов на гостеприимной белорусской земле еще комфортнее. На сегодня, я бы сказал, на 100%. То, что какие-то там, может быть, 99, 99 и 99, какая-нибудь одна тысячная, сотая всегда может возникнуть. Но мое мнение, что мы готовы к приему гостей чемпионата без вопросов. Могут приезжать хоть завтра. Брестский железнодорожный вокзал стал удобнее, доступнее и комфортнее. Это нельзя не отметить сразу, как только попадаешь на его перроны в помещение билетных касс или залов ожидания. Все для людей и ради людей. Наверное, именно такого принципа придерживались разработчики нового облика Бреста Центрального при его проектировании. И результат не заставил себя ждать. Отзывы благодарных пассажиров – самое главное и самая важная оценка проделанной масштабной работы. Видно, что стало лучше. Вот опять-таки же появилась площадь для отдыха. Поэтому я так думаю, что все, что не делается, то делается к лучшему. Здания такие смотрятся величественные. Ну и так красиво. Чувствуется, что город – герой, что прожита такая история своя какая-то. Чувствуется вот это. Я второй раз на вашем вокзале. Конечно, сегодня это просто чудо. Очень красивое. И я думаю, те посетители, ну те гости, которые приезжают в ваш город и попадают на этот вокзал, они словно оказываются во дворце. Поскольку, наверное, пять лет назад я была здесь, конечно, все было значительно проще. А сегодня поражает своим великолепием. Поэтому я рада, я поздравляю вас с новым вокзалом. Анастасия Стропко, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Брещено торжественно и масштабно отпраздновало 1 мая. В первые утренние часы, в день весны труда на улицах Бреста было особенно многолюдно. Горожане и гости города над Богом спешили на главную площадь города, где они присоединялись к колонии демонстрантов и торжественным маршем шли до Центрального парка со знаменательным названием 1 мая. Чиновники, рабочие, сотрудники банков и офисов – у всех хорошее настроение, ведь праздник объединяет. Для людей постарше – это праздник труда и улыбок, время красочных демонстраций и шествий. Для молодежи – символ того, что в нашей стране царит мир и спокойствие, что в такие праздничные дни можно просто встретиться с друзьями и поговорить о жизни. Традиция праздновать так красочно и ярко Международный день труда сохранилась только в некоторых странах, Беларусь в их числе. И это хорошо, потому что 1 мая не просто способ отдать дань памяти тому хорошему, что было раньше. Это надежда на новое и светлое будущее. Символично, что именно в день труда на Брещене чествуют выдающихся деятелей, которые представляют все области народного хозяйства. Каждый год десятки берестейцев получают заслуженные высокие награды из рук председателя Брестского областного исполнительного комитета Константина Сумара. Не стал исключением и 2014-й. 1 мая на сцену летнего амфитеатра выходили настоящие трудовые победители, чтобы получить заслуженную награду «Человек года». Каждый из них знает не понаслышке, какими качествами должен обладать мастер своего дела, как сделать так, чтобы продукция или услуги пользовались спросом и были любимы людьми. И без чего не мыслим ни один успешный руководитель. Своими секретами они с удовольствием и поделились в знаковый и волнительный для них день с нашим корреспондентом Анастасией Стравко. Медики и педагоги, спортсмены и строители, работники культуры, торговли и социальной сферы. Среди людей, которые сегодня подымались на сцену летнего амфитеатра в рамках церемонии «Человек года» и представители различных профессиональных областей. Несмотря на то, что круг обязанностей и сфера интересов у награжденных совершенно различные, но есть и то, что всех их объединяет. Большая любовь к делу, которым занимаются, и трудолюбие, без которого они считают подобный успех, был бы невозможен. А мы другой себе целью не ставим. Мы должны быть первыми. Вы сами знаете, что Савушкин продукт на сегодня таким и является. Это не только сегодня, а уже последние пять лет мы умеренно держим марку в отрасли переработки молока в Республике Беларусь. Поэтому это не моя награда, еще раз повторяю. Это награда всего нашей коллектива трехтысячного. И надеюсь, что мы будем крепко держать это знамя. Но каждодневный кропотливый труд – это не рецепт успеха, а скорее стиль жизни. Ведь по собственному признанию победителей, занимать лидирующие позиции и получать высокие награды – не основная цель и задача. Первое, что должно стоять в планах у человека, выбравшего свой профессиональный путь, – это желание продуктивно трудиться и стать настоящим специалистом. Естественно, это очень волнительно и в то же время ответственно, потому что это дает уверенность и ответственность на будущее, на работу, на борьбу с присутностью. Это большая награда, но эта награда не дана только одному мне, это дана награда всему нашему коллективу, который работал вместе со мной. Награждая победителей соревнований за достижения в 2013 году наилучших результатов в выполнении показателей социально-экономического развития, а также тех, кто удостоен звания «Человек-года», руководитель области Константин Сумар выразил уверенность в том, что подобные успехи, как в жизни каждого, кто выходил на сцену, так и в жизни Брещины, далеко не последние. Трудолюбие и желание развиваться непременно принесут еще много званий и наград. Очень хорошо, что мы эти награждения ежегодно проурочиваем именно к Дню труда, к 1 мая. И вот те традиции, которые закладывались десятки-десятки лет назад, мы их сохранили. И самое главное, мы помним и сохраняем традиции не только культурные или исторические, но мы тем самым даем дань уважения традиции, как к труду. Это, я считаю, самая основная традиция всего нашего народа и нашего Брещана – это трудиться. Трудиться на благо развития своего региона, на то, чтобы он был богаче. Увенчало торжественную церемонию вручения наград победителям ежегодного смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Профсоюзное движение Беларуси отмечает 110-летний юбилей, и стать первым в такой год для лучших профессий приятно вдвойне. Тем более, что останавливаться на достигнутом они не собираются. Впереди еще много непокоренных вершин, которые, возможно, ждут именно берестейцев. Трудолюбивых и настойчивых, упорных и талантливых, настоящих профессионалов с большой буквы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Накануне темпа и качества проведенных работ по ремонту дорог и благоустройству придорожных территорий города над Богом оценил губернатор региона Константин Сумар. В плане поездки рабочей группы было посещение семи точек города над Богом, где сегодня проходят интенсивные дорожные работы и благоустройства. Улицы Кижеватова и Осипенко, территория около магазина на углу Красногордейской и Пионерской. Железнодорожные переезды на лейтенанта Рябцева, дороги в районах Адамково и Речица. Пешеходная зона западного обхода. Усовершенствование перечисленных объектов ощутимо изменит уровень комфорта как при поездках на личном и общественном транспорте, так и при бежих прогулках. Помимо качества проведения работ губернатор еще раз уточнял и сроки их окончания. Растягивание строительства недопустимо в первую очередь из-за очевидных неудобств, неизбежных при подобной модернизации транспортных артерий города, а также из-за возможного увеличения стоимости. Но по словам ответственных лиц, сегодня все идет согласно плану и объекты будут сданы вовремя. Те графики, которые были установлены по благоустройству улиц, они выполняются. Просто хочу еще для сведения сказать, что я когда-то говорил, что нам в целом по городу Бреста надо будет в ближайшие годы сделать 86 километров улиц. Там, где есть кое-какой асфальт, но там много проблем и по ямочному ремонту, и вообще по покрытию асфальтному, по развязкам некоторыми. И поэтому мы сегодня еще раз обговорили, и это у нас в графике, что вот 14-15 год и захватим, конечно, 16-й. Мы практически все эти дороги сделаем очень хорошими, и там не будет нареканий людей по этим улицам асфальтным. 17 апреля прошло торжественное награждение победителей ежегодного конкурса в области качества. Глава региона Константин Сумар наградил руководителей ведущих предприятий области. Премия Брестского областного исполнительного комитета за достижения в области качества, как и премия правительства, присуждается ежегодно на конкурсной основе за высокие результаты в области качества выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг и использования при этом высокоэффективных методов и технологий. Награды нашли своих победителей. Они стали не только итогом плодотворной и интенсивной работы, но и стимулом для дальнейшего развития производств. 2 мая в Управлении внутренних дел Брестского облсполкома прошло представление к должности нового руководителя. Им стал генерал-майор Федор Балейко, который до сего времени возглавлял Могилевское УВД. К своим обязанностям Федором Балейко приступит уже в понедельник. Новый руководитель с обстановкой в регионе уже ознакомился. У него есть планы будущей работы. Работу свою начнем с того, что изучим акты и будем принимать меры по устранению тех негативных моментов роботой милиции, которые они есть. Ну и, естественно, и ознакомление с территорией, с сопутствующими нашими подразделениями. Накануне «Города над Богом» принимал автолюбителей со всей республики. В гости к берестейцам на третий автофест приехали лидеры автоклубов страны. В течение нескольких часов на картинговом стадионе «Альянс» проходило настоящее шоу. В этом году участие в автошоу приняли 18 клубов со всей республики. Третий автофест отличается от предыдущего своей насыщенной конкурсной программой. За право считаться лучшими из лучших автомобилисты боролись напряженно, но достойно. А испытания были более чем непростые. С каждым годом в фестивале участвует все больше ведущих автоклубов страны. Организаторы феста уверены, что скоро этот автопраздник станет международным. Архитектура – это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно. Именно необычные здания и памятники вызывают неподдельный восторг и запоминаются горожанами-гостям города надолго. В городе Радбугом главная кузница архитекторов располагается в Брестском государственном техническом университете. Поступить на эту творческую специальность довольно сложно, однако учиться очень интересно. Молодые творческие, креативные, инициативные – именно так характеризуют педагоги своих студентов. Анастасия Назрин-Плотницкая продолжит тему. Ольга Щербачевич – студентка Брестского государственного технического университета. Уже сегодня педагоги отзываются о некой талантливом молодом архитекторе. Проект девушки занимают призовые места как на вузовских, так и на международных конкурсах. Все эти успехи достигаются благодаря серьезному отношению Ольги к своей работе и огромному трудолюбию. Ольга, собственно говоря, относится к той категории людей, которые всегда ищут. Она не просто человек творческий, она ищет, она хочет себя найти. И в прошлом году из тех немногих людей, кто участвовал в конкурсе, потому что 14 человек, 15 человек, по сравнению с тем количеством студентов, которые обучаются, это, собственно, немного. Это, в первую очередь, говорит о них как людьми, которые хотят развиваться. Именно эти личностные качества помогают студентке Брестского технического университета достигать определенных высот. Одна из последних и наиболее знаковых побед Ольги Щербачевич – третье место на международном конкурсе «Мультикомфортный дом-2014». В рамках творческого состязания молодые архитекторы разрабатывали школы будущего для турецкого города Газиантеп. Этот конкурс подарил Ольге не только новые знания, но и хороший практический опыт. Во-первых, и, наверное, самое главное, я получила много новых знаний и опыта. Потому что в университете, в лекционном курсе, как бы, знания про энергоэффективные дома, про мультикомфортные дома нам не дают, скажем так. И это было дополнительное образование, и я считаю, что это было самое главное. Конечно же, работа над конкурсным проектом была немалая. Были и победы, были и разочарования. Это уже сегодня Ольга с легкостью рассказывает о том, на чем хотела сделать акцент. Думала, как правильно преподнести свою идею. Для белорусских архитекторов эта работа была неоднозначной. Местность, на которой может реализоваться проект – холмистая, что вовсе не свойственно для просторов синеокой. Была сложность в том, что был большой перепад рельефа на данном участке. Он составлял 8 метров, участок был вытянутый, и перепад 8 метров, как бы, что давало, конечно, определенные особенности, рамки ограничивало студентов. Осталось совсем немного до того дня, когда Ольга Щербачевич станет дипломированным специалистом, а вскоре и профессионалом с большой буквы. Возможно, архитектурные ансамбли и композиции от Ольги Щербачевич будут украшать такой родной для нее город над Бугом. Однако и это не главное. Ольга уверена, что нашла для себя дело всей жизни. Десятый юбилейный международный фестиваль особых театров «Непродоптанный шлях» поднял свой занавес сегодня в городе над Бугом. В этом году 9 национальных театров Белоруссии, России, Литвы, Польши и Украины представляют на суд критиков и зрителей свои лучшие постановки, в которых актеры, дети и взрослые люди с особенностями развития. Виктория Драгобецкая узнала, почему театральный марафон 2014-го получил название «Мир мифов» и какие спектакли в течение двух дней сможет увидеть брестский зритель на подмостках Брестского академического театра. В этом году международному фестивалю особых театров «Непродоптанный шлях» 10 лет. За это время театральный форум нашел своего зрителя и успел стать традицией для почитателей мира Мельпомены, равно как и название фестиваля, которое согласование режиссерского состава меняется каждый год. В 2014-м театральный марафон открыл свой занавес под загадочным именем «Мир мифов». «Мир мифов» – это, наверное, та тема, которая может полноценно рассказать о том, что было и 10 лет назад, и 5 лет назад, и то, что сегодня. Потому что все-таки на фестивале происходят свои события, которые постепенно превращаются в мифы. Право открыть театральный сезон было предоставлено Литовскому театру «Свеса». Творческая группа показала философскую притчу «Когда заговорит колокол». Самостоятельная разработка идейного наполнения каждого спектакля – это то, что отличает Литовский театр от других коллективов и является его визитной карточкой. Участники с особенностями развития представляют на суд искушенной публики свои постановки, играя в которых они забывают о тяжелых диагнозах и просто живут на сцене, восхищая зрителя необыкновенной силой духа и жизнелюбием. В этом году репертуар особого театрального форума вряд ли обманет ожидания. На сценические подмазки Брестского академического выйдут театры из Беларуси и России, Литвы, Польши и Украины. Мы работаем в национальном тематике. Мы привезли интерпретацию «Красной шапочки», но называется «Носема и серый волк». То есть у нас будет вместо «Красной шапочки» «Красная кипочка». Мы старались сделать музыкальный комедийный спектакль. На этот юбилейный фестиваль мы привезли наш новый спектакль, в котором участвуют только одни ребята. Это театральная студия «Мирцы. Ребята с инвалидностью». Без профессиональных актеров. Этот спектакль сделан силами одних только ребят. И при том по книге, такая небольшая книга стихов и рисунков участника нашей вот этой труппы театральной, Стаса Кондрашова. Эта книга называется его «Бывает». А версия театров, такая театральная фантазия, получила название спектакля «Девочка и апельсин». Публичный кинопоказ, мастер-классы и фотоконкурс. В этом году в рамках театрального фестиваля особых театров «Непротоптанный шлях» пройдет ряд мероприятий, затрагивающих проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в современном мире. Торжественное награждение лауреатов и победителей конкурсной программы, галоконцерт и закрытие фестиваля пройдут завтра, 4 мая. Виктория Дрогобецкая, Горд Баканович, специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия «Звоните» по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В последующие двое суток, 4-5 мая, на Брещене сохранится прохладная погода. 4 мая погодные условия будут формировать преимущественно активные атмосферные фронты, смещающиеся с юга Западной Европы. Ночь будет дождливая, а день отмечен переменной облачностью и северо-западным ветром. Будет умеренно прохладно. В ночные часы не более 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14 градусов. 5 мая погода на территории Беларуси будет определять в основном область пониженного атмосферного давления. На Брещене будет пасмурно-ветренное и неуютно сыро. Температурный минимум 4-6 градусов со знаком «плюс». Максимально в течение дня воздух прогреется до отметки 11 градусов. Уже во вторник на смену холодным атмосферным фронтам придут более теплые воздушные массы. Синоптики прогнозируют заметный рост температурного фона. Но сопровождаться он будет дождями различной интенсивности. Поэтому, выходя на улицу, не забывайте про зонтики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова